стабильность или застой чем экономическая стабильность отличается от застоя очень просто экономическая стабильность это база для развития вообще стабильность это всегда база для развития а застой это по сути день дело движение назад никакого развития вот в Поэтому главное отличие. Смотрите, первые 10 лет ваши все перло. Ну, классно. А потом, где-то года с 2008-го, начался бег на месте общеукрепляющий. Ну, во-первых, он действительно укрепляющий. Я сейчас скажу об этом. И это имеет значение. Во-вторых, вопрос был ведь в том, с какой базы мы начинали. В 99-м и в 2000-м. Она была минимальной, а просто ничтожной. Потому что за чертой бедности, тогда, если начинать с ключевого вопроса, жило 42 миллиона человек. Это треть населения страны. Сегодня тоже много. 13,5. Но это все-таки не треть, не 42 миллиона. Хотя и это много. И мы должны с этим бороться. Значит, у нас к этому времени, к тому времени, да, золото-валютный резерв были 12,5 миллиарда долларов. А долги государства 145 миллиардов. Не видно было конца и края. Было непонятно, как мы с этим разберемся. У нас с тех пор, до сегодняшнего дня, вот я сейчас буду говорить, и люди начнут сомневаться. Ну, это факт. Реальная заработная плата, реальная, выросла на 4,2 процента. Значит, пенсии почти в три раза. 2,9. И реальные доходы на 2,4 подросли. В 2,4 раза. Это с нулевого года. С нулевого года, да. То есть это все абсолютно реальные вещи. Это не говорит о том, что сегодня все хорошо. Совсем нет. Даже наоборот. И более того, ведь люди связывают, сравнивают всегда не с тем, что было вчера, как было плохо вчера. Конечно. А с тем, как должно быть хорошо завтра. И когда они не видят того, чего они хотят видеть, это вызывает разочарование. Честно говоря, я тоже так к этому отношусь. Тем более, что обещали. В 2008 году говорили о том, что к 2020 году будет зарплата в среднем 2700 долларов. На семью из трех человек будет 100 квадратных метров квартира. Ну, не совсем так. Это были одобрительные планы. Планы, да. Концепция 2020. К 2008 году планировали удвоить ВВП. И на базе удвоения строили социальные планы. Но в 2008 году мы практически достигли этой планки. Разразился мировой экономический кризис. Не по нашей вине. Он пришел к нам извне. И тогда у нас встала другая задача. Более примитивная. Я хочу напомнить. Она заключалась в том, чтобы не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопление граждан. Это было в 2008 году. Я тогда стал председателем правительства и вынужден был сказать публично. Это был большой риск, честно говоря. Я сказал, что... То, что вы ставили председателем? Нет. То, что я сказал. А я сказал следующее. Я сказал, что чего я не допущу, это того, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан. И мы этого не допустили. Но это действительно негативно сказалось в нашем развитии. Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом экономический кризис, который пришел извне. Хорошо, но последние годы доходы, реальные доходы... Это правда. ...снижаются. Это, безусловно, нас беспокоит, меня очень беспокоит. То, что такая стагнация произошла в реальных доходах населения. Ну, объяснение есть. И прежде всего оно связано с резким падением цен на энергоносители. Ну, пока все у нас росло, нефть-то была сто и больше долларов за баррель. А сейчас 60. Разница есть? В два раза почти. Поэтому мы и вышли на эти национальные проекты с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе. Но ждать годами люди тоже не могут. Я это прекрасно понимаю. Я вообще понимаю, что это одна из самых ключевых сейчас социальных проблем. Обязательно мы должны что-то сделать. Проект обязательно должны что-то сделать, для того, чтобы это подтолкнуть. Способов на новом. А персональную ответственность кто-то несет за то, что доходы снижаются, то, что количество бедных опять растет. Вот эти последние цифры опять подросло. Ну, было 13,4, стало 13,5. На разнице небольшая. Но она, конечно, на это конкретные люди. Да, это правда. Так вот, про персональную ответственность. Есть и объективные обстоятельства. Понимаете, что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке? Что можно сказать про персональную ответственность? Если... Но мы же хотели уйти от нефтезависимости. Мы хотели уйти и постепенно уходим, кстати говоря. Мы реально уходим от этого. Потому что доля нефтегазовых доходов, она растет. Но это требует времени. Это не сделаешь одним щелчком пальца. Ну, понимаете, люди... Вот это сейчас у нас много разговоров про инфляцию, то, что там показатели снижаются. Но люди-то смотрят в холодильник. Правда? Макроэкономические показатели. Это все красиво, но... Представляете, вот дело в чем? Дело в том, что если маленькая инфляция, это значит, что цены не растут. Или растут минимальным образом. Ну, растут? Растут минимальным. Вот у нас в начале 2000-х, с которых вы начали, да? В 2000... Вы начали. Ну, 20 вопросов, и оттуда практически вы начали. 20, и, по-моему, 5 десяток была инфляция. А в 99-м, когда я стал председателем правительства, была 36, по-моему, 35. А в 1992-м 2600 пунктов было, так? Значит, а сейчас 3... в районе 3-х крутится, где-то 3,4-3,5. Это цены. В том числе на продукты питания. Ну, как же, не имеет значения. Это имеет значение. И больше, что люди очень чувствуют, когда инфляция растет, и цены поднимаются, реально люди чувствуют на своем кошельке. Другое дело, что наряду с таргетированной инфляцией нужно, конечно, поднимать реальные доходы граждан. Это совершенно очевидно. Это совершенно очевидно. В условиях, так сказать, нашей структуры экономики не так просто. Но дополнительные усилия правительство точно обязано предпринять. Вот сейчас мы это обсуждаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова